Генеральный директор Circle Джереми Алле. Доброе утро. Доброе. Мне интересно, где мы. У нас была криптозима, а сейчас зима ли это, или может быть уже и лето? Наверное, мы все сейчас пытаемся понять, что сейчас происходит и насколько сильно повлияло ФРС. А сколько ETF и их возможное одобрение для биткоина, или может что-то совсем другое. Я понимаю, что твой бизнес это стейблкоины, и в какой-то степени он очень отличается от всего остального. Но ведь это все взаимосвязано. Это все взаимосвязано. И определение текучего сезона является самой сложной задачей. Но если серьезно, знаешь, я думаю, как я уже и говорил на этих шоу здесь, даже глубина и степень проблем, которые были в прошлом году, знаешь, коллапсы крупнейших бирж, правоприменительные меры регуляторов, многие были в ужасе. Но главное, очень многое было создано. У нас были крупнейшие финансовые институционалы, появлялись и пытались создать институциональные платформы для инвестирования, например, BlackRock, Fidelity и другие. У нас были продолжения очень серьезных инвестирований в настоящую инфраструктуру. Это как после краха доткомов, скажем, в 2002-м. Никто не хотел инвестировать в интернет-компании и электронную коммерцию, но начал процветать широкополосный интернет, мобильные устройства, стала появляться вся эта инфраструктура. В итоге технология стала невероятно удобной и полезной. Так что, я думаю, сейчас происходит целый набор событий. У нас происходит быстрое взросление технологий. Мы видим это огромное ралли Солана, о которой, если вдруг ты не знаешь, она позволяет использовать блокчейн очень быстро, при этом довольно легко. Происходит институциализация, за которой следует регуляторная ясность. И я думаю, что это все происходит совместно. Ты упомянул про ясность. Я думаю, что ясность пока не такая уж и ясная. Где мы сейчас находимся с точки зрения регуляторной ясности? Ведь многие люди приходят и говорят, Вашингтон медлит, а СЕК, похоже, продолжает сдвигать сроки. При этом мы достигли скорости отрыва, и теперь с нами им придется иметь дело. Что ты на самом деле об этом думаешь? В общем, несколько вещей. Первое — это глобальный мир против США. В каждом крупном финансовом центре по всему миру уделяют внимание ясному регулированию цифровых активов, а также стейблкоинов. У нас есть Гонконг, Сингапур и Япония, Британия, Европа, ОАЭ. Вы приезжаете туда и видите, что они этим занимаются. А США отстают. Это первое. В США есть три больших блока политических вопросов. Есть рынки и вопросы их регулирования, где сейчас происходит война за сферу влияния и политическое позиционирование. И есть стейблкоины. Похоже, что все согласны насчет стейблкоинов. Это скорее вопрос, когда, а не если. А еще есть тема незаконных финансов, что очевидно становится... Это то, о чем говорит Элизабет Уоррен. С Элизабет Уоррен это очень двупартийный вопрос. И эти три раздела являются большими политическими вопросами. И если мы с вами говорим о рынках, этот вопрос привлекает больше всего внимания, то мы с вами наблюдаем фундаментальное несогласие одного конкретного агентства с некоторыми другими агентствами, а также Конгресса. СЕК и СЕФТИСИ. Я говорю, потому что следующий наш гость — это Ростин Баннам. Да, СЕК и СЕФТИСИ. И также, очевидно, что Конгресс. И, конечно же, суды. Прелесть нашей системы в том, что у нас есть все три направления, пытающиеся в этом разобраться. Окей, и когда вы говорите «красота», пусть будет так. В той степени, о которой мы можем говорить о биткоине, как барометре рисковых или безрисковых, если ты его считаешь рисковым активом. Кстати, я больше не знаю, как ты о нем думаешь. Но мы ежедневно показываем его на экране. Да. Потому что им владеют многие по всему миру. Да. Есть много интереса во всем мире. Да. Как ты думаешь, это индикатор чего? Конечно. Итак, несколько вещей. Первое — это цифровые товары никуда не уйдут. И это то, что у нас есть. У нас есть цифровые товары, и они теперь здесь. И оцениваться они будут по-другому. Золото ценится не так, как нефть, которое ценится не так, как уголь. Так что у нас будут эти цифровые товары. Конкретно биткоин является крупнейшим цифровым товарным активом. И я думаю, в головах многих людей, которые в него инвестируют, это актив для хеджирования рисков. Он может коррелировать с общедоступным объемом денежной массы, но также может и не коррелировать. Так что однозначно он не может интерпретироваться везде. И я думаю, что ты слышал от многих влиятельных людей, от Ларри Финко и других, что они считают, что в сложной геополитической ситуации, в сложной макроэкономической ситуации, это актив, которым каждый должен обладать. Но мы не должны это воспринимать как валюту. Ведь ты больше относишься к лагерю валютчиков в точке зрения своего бизнеса. Да, верно. Так что цифровой доллар, который может быть надежным средством обмена, обладающим всеми возможностями интернета, вот чем являются доллары и стейблкоины, огромные инвестиции, и я ожидаю взрывной рост в ближайшие годы. Огромное использование доллара в интернете. Огромный аппетит к доллару в интернете. Это очень круто. И это отлично от людей, которые хотят иметь валюту для хеджирования или хеджирования для сохранения стоимости против того, куда движется мир.